С апреля 2014 года Украина ведет антитеррористическую операцию на востоке страны. Путин категорически отрицает поддержку боевиков со стороны России. Вы не хотите присоединить к себе Украину и вы никогда не пытались дестабилизировать ситуацию там? Мы никогда не занимались и не занимаемся. Есть пять доказательств того, что именно российские власти подогревают военный конфликт на Донбассе. После свержения Януковича демократическую власть Украины на путинских телеканалах стали именовать фашистами и хунтой. Только фашистовующие радикалы и готовы здесь исполнять любые приказы киевских властей. Вооруженные националисты захватывают город, фашисты для них герои. Мальчика расстреляли за то, что он шел с Георгиевской ленточкой против хунты, против фашистов, которые пришли к власти. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького. Как Иисуса над Ускобиванием прибыли. Фашисты так не делали. Фашисты. Второе, наши добровольцы. Меня спрашивают о мечи. Ну как это так? Неужели там нет русских военных? Как это несколько групп ополченцев держат 15-тысячную армию? Что мы удержим наших мужиков? Они естественно идут добровольцами. И пусть идут. Нам надо поддержать тех, кто идет добровольцами. Потому что важно эту ситуацию держать. А дураченные зомбоящиком россияне пополняют ряды бандформирований Донбасса. Ребята, что вас сюда вообще привело? Братский народ. Почему этот фашист должен процветать? Я это не понимаю. Это как раз призывной пункт для тех людей, в том числе и оболванных, которые, видя вот эти картины про фашистов, бандеровцев, правый сектор и так далее, у них наливаются кровью глаза, у них сжимаются кулаки, им хочется взять оружие и они идут туда воевать. Террористы на востоке Украины столкнулись с проблемой нехватки добровольцев. Ну что же мы видим? Все что угодно, но только не толпы добровольцев. Всего в Донецкой области проживает 4,5 миллиона человек. Но признаюсь честно, никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин. Ополченцев очень мало. Добровольцев для многомиллионного Донбасса как-то очень мало. Жители Донбасса не захотели умирать за мифическую Новороссию. Поэтому главным оружием Путина в войне с Украиной стали тысячи наемников, которых набирают в военкоматах России. Вы как, через какой военкомат вы попались? Московский. Московский военкомат. В Москве военкомат нормально, все, помогли, рассказали, организовали, то есть с этим тоже проблем не было. Житель Таганрога Олег Рудиков, ветеран Главного разведуправления России и бывший афганец в конце апреля получил повестку с требованием явиться на поверку. В военкомате ему предложили отправиться в зону боевых действий, чтобы использовать те навыки, которые были приобретены в российской армии. Первое заявление о том, что города на Донбассе захватывают российские боевики, сделала мэр города Славянска. Они сегодня захватили столком, действительно, это там зеленые человечки, они сегодня не скрывают, что они сегодня из Крыма, из России. О том, что два главных организатора террористической активности на Донбассе являются гражданами России и участвовали в оккупации Крыма, рассказали они сами. Как так получилось, что при нами сидят два гражданина Российской Федерации, которые всем этим процессом командуют? Хуже того, я могу сказать, еще сидят два мысльчата. Мы оказались оба в главе этого движения. Людей из Москвы в Донецкой Народной Республике будет становиться все больше и больше. В прошлом я являлся сотрудником Федеральной Службы Безопасности, уволился. 31 марта был отчислен из части звания полковника в запас. Прошел год. Я не буду скрывать, что я работал в Крыму. Люди, которые создают вот эти народные движения, они друг с другом связаны. Поэтому завершив работу в Крыму, я совершенно автоматически перешел на работу на Юго-Востоке Украины. Это был некий непрерывный проект. Боевики не скрывают, что главная их диверсионная задача – отторжение Донбасса от Украины. Вариант максимум, он же оптимальный. Донецкая Народная Республика в составе России. Мы здесь сражаемся именно за Россию. Среди террористов Донбасса были замечены люди Кадырова. Фотографии из телефона боевика, убитого 26 мая на Донбассе, указывают на то, что он из Чечни. На фото видны автомобили с региональным номером 95. Снимки также говорят о том, что он являлся работником МВД России. Украинские власти регулярно сообщают о том, что у боевиков обнаружено российское оружие. 14 июня НАТО показало спутниковые фото, подтверждающие, что с территории России на Донбасс проникли российские танки. В начале июля путинский пропагандист Кургинян открыто признал факт снабжения террористов Донбасса России. Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Военная техника в начале шла безобразно. За последние две или три недели ситуация резко изменилась. Один из лидеров сепаратистов Ходоковский заявил, что ЗРК БУК, которым сбили Боинг с тремя сотнями пассажиров на борту, был передан боевикам России. Я знал, что БУК шел из Луганска. В тот момент мне сказали, что БУК со стороны Луганска идет под флагом ЛНР. Об этом я узнал как раз в момент, когда я узнал о том, что состоялся в пределе. Скорее всего, вернули для того, чтобы просто убрать доказательства преступления. Украина получила заблаговременное свидетельство того, что полстанцы располагают парень России этой техникой. Признаете ли вы суверенитет Украины? Конечно. Мы признаем и суверенитет. И более того, мы бы, наоборот, очень бы хотели, чтобы Украина и ощущала себя суверенным государством. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok